Чай, товарищ лейтенант. Ага, спасибо. Ай! Горячий? Да. Это по привычке. Раньше на железной дороге работал. Привит кипяток из Титана. А кем работал? Машинистом сначала работал. А потом начальником станции поставил. Ух ты. А когда все началось, даже в столицу позвали. А чего ж не поехал? Куда я поеду? Кому здесь оставить? Бандитам? Тут я вырос, здесь моя родина. Здесь даже мои дети выросли. О! Фархад приехал, это соседа Синь. Пойду поздороваюсь. Стой! Назад! Всем назад! Поехали! 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 Сегодня в Алматы обезвредили банду, которая по некоторым данным готовила серию терактов по всему Казахстану. Члены алматынской ячейки хранили большое количество огнестрельного оружия на съемной квартире на окраине города. Спецназ обнаружил и обезвредил также целый склад боеприпасов. Оперативники предполагают, что взрывы должны были прогреметь сразу в нескольких городах нашей страны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женя, сколько лет, сколько зим. Привет, Женя. Привет. И потянулись в перелетные птицы на юг. Как долетели? Порвали. Спасибо, что встретила. Ну что, отвезу вас сразу к себе, а завтра с утра к шефу. Да. Дима, обещала встретить. Так ты, Ира, получается, здесь уже лет пять не был, да? Да, где-то так. Как мама. Мама, кстати, привет тебе передавала. И сказала, что если ты в гости не придешь с женой, то она тебе этого никогда не простит. Ха-ха-ха. Типичная Суфья Андреевна. Передай, приедем. Обязательно. Вот только с делами разгребусь. Типичный, Ернар. Дела могут быть только у тебя. Ну, слушай, ладно, не заходись. Ты же поняла, о чем. Воу-воу-воу-воу, полегче. Это что сейчас такое было? А все было как всегда. Мужчина по горлу в делах. И все вокруг должны думать о том, что он в делах. Так что, Женечка, твоя мама пусть встает в очередь. И скидки на давнюю дружбу не будет. Ну, пока я понимаю, что где-то что-то не то ляпнул. А вообще, при чем здесь моя мама? Ты же знаешь, что Ера ей как сын, вот она его и ждет. А ты спроси у него, когда он у своей матери был в последний раз? Ну, все понеслось. А, понял. Все, все я понял. Это все ваша Астана сделала из вас двух пещерных людей. Кто вы эти? Я вас не знаю. Жень, ты очень милый, но действительно не понимаешь. Ира, это ты, наверное, не понимаешь. У меня своей семьи нет пока. И иногда я думаю, что может она мне не сдавать. Потом опять думаю, что нужна. Понимаешь, ваша семья всегда была для меня примером. Если бы вы разругаетесь, то тогда я пойму, что ее нет в идеальной семье. Если уж не вы, тогда никто. Я напал насмерть главного. Его зовут на реке. Телефон отключен. У Хазбека проблемы. Погоди-ка, наши в курсе. Ула, привет, Коваль. Новости есть какие-нибудь? Хорошо принято. Все, в штатном режиме никаких ЧП. Заедем к Хазбеку? Да, надо бы. Я обещала, что два дня мы побудем вместе. Конечно, ты торопишься, а мы нет. Давай смело перепрыгивай. Узнаешь? Кто это? Да козел один. Помнишь, толпу протаранил? Люди погибли, а его отпустили. Мажор грелом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оханьки. Они же перед нами ехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай подозрить Лунтику. Ассаляму Олегу. Олегу Ассаляму. Все, брат, вопросов много, ответов нет? Есть два мира. Тот, в котором мы живем, и мир праведный, истинный. В каком из них хочешь жить ты? Не знаю. Брат, пока ты не знаешь, что-то другое за тебя решали. Ты хочешь, чтобы за тебя решали? Нет, конечно. Скажи честно, у тебя нравится, что происходит сейчас вокруг? А что именно? Ну вот это все – коррупция, разврат, беззаконие. То, что богатый отнимает все у бедных. У одних творцы, заводы, пароходы, а другим элементарно есть нечего. Тебе это все нравится? Нет. А тебе нравится то, что богатые приходят в мечети, совершают намаз, а вечером могут водку жрать? В банки держат, хотя прекрасно знают, что Аллах им это запретил. Ну ты что хочешь о тебе сказать? Погоди, брат. Я хочу сказать, давай поедем поговорим. Нам нужны такие люди, которые помогут построить праведный мир. Нам нужна твоя помощь. Ну и тебя мы, конечно, не обидим. Это не я пришел к тебе, это Аллах послал нас к тебе. Я же вижу, что ты праведный мусульман, правильно рассуждаешь. В тебе есть этот огонь. Пойдем поговорим. А не партищик посмотрим? Хорошо, вчера попели, да? Привет. Не говори. Привет. Привет. Хорошо, вы как? Ну еще. Муру так вчера понесло, да? Еще две песни. Нет, еще три песни. Главное, мы же ему говорили, столько пива не заказывать. А вода еще кричит, гуляем. Интересно, он на партик придет сегодня? Да, придет. Мы же еще до дома давили, да? СМЕХ Матерь, с рук на руки сдали. Ага. Так, орала, прикинь. СМЕХ Главное, я же трезвый, а он пьяный. СМЕХ Смотри, что ты делаешь, баран. В общем, не тушуйтесь, парни. Все будет нормально. Теперь все зависит только от вас. Говорите все как есть, это очень важно. Если вдруг попросят показать приемы, покажите, на что способны. Считайте, вам очень повезло. Такой шанс дается раз в жизни. Ага. 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 Ну что ты встал? Жень, а ну-ка, давай туда, в арку. В чем дело? Что произошло? Ты не понимаешь? Я устала от этих погонь. Прости, я поймаю тебе такси. Я позвоню Дине. Я живу у меня. А ты давай, лови своих бандитов. Кадиты. Вернар, я устала. Пожалуйста, оставь меня в покое. Давай, давай, поехали. Проверим. Нападение на полицейских. Двое тяжелораненых. Адрес Жабыла 237. Здравия желаю, господин Грил. Мы, кажется, напали на след. Понял. Буду докладывать. Да. Так точно. Есть. Центр предполагает, что это террористы. Ну, во-первых, вооруженное нападение. Во-вторых, захват оружия. Я не знаю, что у них может быть в машине. Все службы предупреждены. Объявлена операция перехват. Да, еще. К нам из Астаны прилетел представитель центра. Есенгельдеев, Ярнар. Будет работать в вашем отделе. Все понятно? Так точно. Тогда работаем. О результатах докладывать лично мне. Есть. Господин полковник, разрешите? Да. Можно мне на место? Ну, ты сам же видишь, какая ситуация. Там и без тебя людей достаточно. Операция начнется, ты мне будешь нужен здесь. Понял. Господин полковник, разрешите идти? Да, идите. Работайте. В Алматы застрелены двое полицейских. Эти кадры мы получили только что от очевидцев происшествия. Силовики пока отказываются от комментариев, но, как стало известно нашим корреспондентам, в городе объявлен план перехват. Нападавшие предположительно скрылись на темном минивене. Мы будем следить за развитием событий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Действуем по команде. Все под контролем. Смотри, что творят, а. У тебя оружие есть? Откуда бы? Ай, ты там ломать не сяхтамас? Капец. Выбора нет. По-любому смысле. Э, Баха, ты что, испугался, что ли? Вечная жизнь ждет в раю, брат. Ну, я понял. Мы тут пожили. Брат, мы с вами пустим. Сейчас, вправо. Быстрее, быстрее. Что там болна, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, давай. Руки подними. Выходи потихоньку. Медленно. Руки выше. Выходи. Вперед прошел. Прошел вперед. Еще вперед. Еще. На колени. Выше руки. Руки выше. Прошел вперед. Отходим. 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 Господин майор, уничтожено четверо террористов. Один задержан. Обнаружено самодельное взрывное устройство. Ждем специалистов. Задержанного на Байсакова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, у нас все. Ну, четверо убитых, один задержанный. Сингильдеев прибыл. Ну, работаем. Понял. Есть. Вернулись герои? Разрешите представиться, майор Сингильдеев. Садитесь. Бернар, здесь. Наслышан о ваших подвигах. Так, Коваль, задержанного доставили? Да, следователь его уже ждет. Патрубек Султанович, разрешите участвовать в допросе задержанного? Прямо с корабля и на бал? Отдохнуть не хотите? Все же, разрешите на допрос. Газис, займись. Да, конечно. Господин балковник, мне кажется, мы должны поблагодарить и отметить майора Сингильдеева и лейтенант Ковалья. Они сегодня проявили высочайший профессионализм. Разберемся. Все, свободно. Есть. Майор, задержитесь. Мне сообщили, что у вас запланирована встреча с нетренным сотрудником. Когда? Казбек прислал голосовое сообщение. Я в самолете летел. Телефон выключен был. А сообщение показалось тревожным. Потом мы решили заехать к нему домой. Ну, а по дороге, вы сами знаете. Надо узнать, откуда был звонок. Возможно, Казбек слишком близко к ним подобрался. Выясните, где он и что с ним. Только аккуратно. Здравствуйте. Разрешите идти? Идите. Майор. Неплохая работа. Ирна, вы надолго к нам? Не думаю. Ну, в любом случае, думаю, сработаемся. Ну, Ирна, поехали? Да, конечно. Да, езжайте. Поговорим потом, как вы познакомитесь. Заедно. Все доброе. А? Родственник одного банкира. Ну, короче, чувак с крыши. С камином. С пассеем. Поехали. Классно. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь. Наш молодой специалист, жебек. А это майор Исен Гильдеев из Астаны. Очень приятно. Взаимно. Женат. Ну, работать. Есть. Ты же ты. Работать. О, гляди, утреннее хамло. Ты смотри, что творит. Давай-ка с ним пообщаемся. Эй, слышь? Ты что творишь? Тебя забыл спросить. Ты как разговариваешь? Твоя хламина. Ну, хочешь, можем поменяться. А вы задолбали. Жень, может, и вас с собой заберем? Что? Тихо, тихо, тихо. Придурок, ствол опусти. Что? А ты что? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Быдло ментовское. Жень, вызови наряд полиции. Это же наш клиент. Мы только чай, у него самолеты посмотрели. Он сидит нормально, мужик попался. Я чего его подсказывать? Чего вы ставились? Виски 200, лед и пепельницу понеси. Дебил. Извините. Айдар? Наргиз, из нашей группы кто-то есть? Нет, все пошли в столовую. Что-то случилось? Аскар с Максом зацепился. С каким еще Максом? По общаге наш ходит, бабло собирает. Аскар запретил кому-нибудь платить. Что теперь будет? Что-что, Макс стрелку забил? Сзади общаги. Драться будет с Аскаром? Надеюсь, д Уб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самому надо было ехать. Куда? Да есть они придурки, которые самому себе создают препятствия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на счет семьи задержана. Смотрите, четверо детей. Раньше работала шевеей. Сейчас не работают. А живут они в микро-районе Желдис. Молодец, хорошо поработали. А точный адрес есть? Да, конечно. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я установил. Хозяин машины из села Койтас. А ты знаешь, как зовут владельца мини-вена и кто он вообще такой? Да, наверняка подстал на лицо. Имам мечети села Койтас. Смаил Алибек. Алибек. Крики. Интересно, Казбек там был? Ну, я прошерстил все, и до исчезновения точно нет. Ни один из его телефонов в этом районе не светился. Надо ехать в этот Койтас. Надо, и быстрее. Да, Оля. А где? Ну, да, хорошо. Сейчас, сейчас приеду. Я поехал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Совсем с этой работой разучился писать по-человечески. И комплименты отвык говорить. Ладно, напишем так. Ладно, напишем. А я тут комплиментах упражняюсь. Ладно, напишем. Думаешь, комната ошибся? Стерильная чистота. А в честь чего уборка? Истинный правоведный должен держать чистоте души и тела. А без чистоты в доме нет чистоты тела. Ты что, сваливаешь куда-то? Да. Надо на пару дней в Астану съездить. Вот решил прибраться. А ты чего расселся? Помогай или валяй отсюда. Нечего тут сидеть на душу. Ладно. Сваливаю. О, Семенович, здоров? Да, пока, Евгений. И вам не хворать. Ну, я говорю. Слушай, это не террорист. Скорее всего, этот бедолага подвернулся под руку нашему террористу, а тот, убив его, махнул с одежды и сбежал. С чего это? Да, смотри. Характер ранений. Калибр пули не соответствует официальной версии. Этот человек умер сразу, а не истекал кровью. Да и пуля, убившая его, не наша. Ты меня опять удивляешь. Семенович, Рахмет, я твой должник. Надо срочно доложить шефу. Это все меняет. Подожди, Ера. Я вернулся, тебе кое-что сказать. Что? Ну, давай уже говори быстрее. Ладно. Потом. Семенович, тебе здесь удобно? Ладно, сиди. Ассалмоликам, айдуке. А, а алейкум, салам. Чем могу помочь? А вам звонили, Айду Сардонович, насчет моей бригады? Мы хоть сейчас можем приступать к работе? Ага, да-да. Звонили. Садитесь. Если я правильно понимаю, вы быстро и качественно можете исправить все недоделки фойета, да? Да, абсолютно верно. Ну, вы знаете... Насчет мелкого ремонта, вы не волнуйтесь, мы этот момент учли. Все включено, все так, что все нормально. Холлы, входные двери тоже сделаем, санузел проверим. Вы свое хозяйство сразу все покажете, что, где и как. Ну, чтобы иметь представление об объеме работ. И да, нам нужен общий доступ ко всем вашим техническим помещениям. Вот, вот это вот деловой подход. Ну, покажу и расскажу. У нас-то хозяйство большое. Ну, давайте пойдемте. Ну, вот у нас там лед. Тут подсобки. Где-то кафель отвалился. Где-то трещины пошли. Ну, экстерис где-то. Ну, короче, сами понимаете. Я сам пройдусь и посмотрю, что да как. Вы, самое главное, своих предупредите и скажите, что моя бригада уже приступила к работе. И про доступ в технические помещения тоже не забудьте. А, хорошо. Ну, давайте. Удачной работы. Хорошо. Не буду я вам мешать. Давайте. Я хотел помогать людям, но со временем понял, что для истинного спасения нужно спасать их души. Мы можем лечить человека от воспаления легких, потому что симптомы указывают на это. Рассуждают, с одной стороны, вроде бы и правильно. Да и вообще парень не глупый. Ну, сразу видно. Резкий очень, бескомпромиссный. Напряженный какой-то. Интерес к учебе потерял. С друзьями почти перестал общаться. А семья? Мать братишка девятилетний. Отца нет. Умер. Ну, понятно, чем они его взяли. Очень четкое манипулирование. Сначала подчеркнутая благожелательность. Говорят про ценности, которые утратили вокруг. Мол, они ему открыли глаза. Угу. Он избранный, что ждали они только его, что они одна семья. Ну, а потом говорит, что нужно сделать для семьи, чтобы истинная вера восторжествовала. Вы обратили внимание? Асхар говорит слово в слово, как наш Закария. Наверняка, влияние идет от него. Или от кого-то близкого ему. Точно. Надо с ним еще раз встретиться. Хорошо. Когда? Сейчас. Ну, я сам съезжу. Я и так отнял вас много времени. Пойдемте, я вас провожу. Тебе что надо? А что такое нервное? Дверь хлопнула. Сквозняк, наверное. Нервы совсем не к черту. А что в кармане? И кто из нас теперь нервный? А ты вообще кто такой? Я тебя здесь раньше не видел. Работаю я тут. Ремонт делаю. Сегодня только ночью. А, так ты из этой новой бригады? Слушай, может меня возьмете? Я здесь всего лишь полуставкой работаю. Ну ты даешь. Ты тоже так дела-то делай. Нашел время и место. А так посмотрим. Меня Ермик Жасылка зовут. Шарим. Вообще-то нам люди нужны. Я с шефом нашим поговорю. Скорее всего возьмем. Давай так сделаем. Я тебя сейчас сам сфотографирую. А ты завтра просто резюме свое принесешь. И все. Все? Я тебе фотку отправил. Рабочий. Зовут Ермик Жасылков. Адрес пробьешь вечером с третьего около дома. Убрать надо. Здравствуйте, Хазиз Маратович. Привет. Извини, Машина. Профессиональная? Да, понимаю. Профессиональная привычка. А ты чего так сияешь? Я хотела отпроситься. Что случилось? Все в порядке? Да, все в порядке. Мирей пригласил меня на эту чашку кофе. И вот. Мирей, Мирей, кофе налей. Подожди. Это какой Мирей? Из департамента собственной безопасности? А он что тут делает? Не знаю. К шефу пришел. Какой-то конверт принес. Так что, отпустите? Что? А, конечно, можно. Ты только поаккуратней с ним. Не нравится мне, что у нас хотят украсть самую красивую девушку в управлении? Да еще без колынмы. Ой, скажете тоже, Хазиз Маратович. Ладно, я пошла. Спасибо. Ну, на обед. Идешь? Я, наверное, чуть позже. Работу надо. Да. Да. Я все сделала. Понял. Так что, не заеду, я. А, ничего. Я не могу просто придирать, но это не fried. Я, наверное, ребенок. Я знаю, дляurnом. Нихо не могу, я ничего не могу. Не могу вы куда-то купить. Я бы не могу. Так, ну, я и сказала. Ничего я не могу. Знаете, я это не можу. Ничего не могу я. Субтитры подогнал «Симон» 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 я его знаю. Я сейчас ее отвезу домой. Поспрашиваю, что там да как. Ну, и об Аскаре. А мне что делать? Ну, а ты… Узнай у друзей, с кем его видели. Ну, мне ли тебе объяснять? А может поменяемся? Ну, я к девушке, а ты в общагу. Дурак ты, Ковалев. Маргиз, я думаю, ты заметила перемену в поведении Аскара? Тебе это не показалось странным? Какие перемены? Например? Перемены во всем. В одежде, в еде, в характере. Я же не просто так спрашиваю. Это может быть очень серьезно. Я вас не понимаю. В чем вы его подозреваете? Никто его не подозревает. Наоборот. Он сам может быть в опасности. Поможешь? Спасибо за заботу. Я пойду. Маргиз, можно мне зайти? Пожалуйста. Мы с мамой живем. Пожалуйста. Вы чай будете? Лучше воды. Хорошо. А мамы нет дома, да? Нет. Она в больнице санитаркой работает. А я ей помогаю, когда свободна. А чайник все-таки поставила? Да. Сама чай хочу. Спасибо большое. Далеко от Аскару провожать тебя из универа. Хороший вам парень. Я когда с ним говорил, себя в юности вспомнил. Таким же умником был. Все знал, всех получал. Ну, вряд ли верить в Аллах. Вы же из органов. Да. Наверное, истинным мусульманином я себя назвать не могу. Но я верю в Божий промысел. Один мой знакомый имам говорит, Аллах каждому из нас дает право выбора. И очень важно выбирать не только умом, но и сердцем. Сердце, Наргиз, не врет. А твое сердце болит за Аскаром. Я это вижу. И ты права. Его надо спасать. Может, все-таки будете чаю? Нет, спасибо. Я пойду. А ты подумай. Если что, надумаешь, сразу звони. Обязательно подумаю. Скажи, Айдар, а когда ты заметил перемены в Аскаре? Какие? Он раньше мягче что ли был. Потом резко изменился. Всем замечания стал делать. То это харам, то и ширма, что ли. Еще беда. Кстати, мне моя девушка, Лайла, браслет подарила из деревянной гусени. Знаете такое? Ну да, сейчас модное. Вот. Аскар сделал и выкинул. За это поругались. А ты не замечал, может, в последнее время в его окружении кто-то новый появился? Да нет, вроде. Я же говорю, он общительный парень. У него много друзей, много знакомых было. Какие там у него новые друзья, если он со старыми даже не разговаривает? Да, понятно. А сейчас где Аскар, ты не знаешь? Утром в общаге был. Кажется, домой собирался. А, кстати, ее мама недалеко от Астаны живет. В селе, по-моему. Может, туда собрался? Соскучился, может. Ладно, спасибо, Айдар. Ты очень помог. Хорошо. Здравствуй. Здравствуйте. Наш салат. Спасибо. Еще одного аппетита. Спасибо. Удивительно, ты не опоздал. Первый раз такое. Ммм. Прямо таки, в первый раз. Обычно ты не опаздываешь, только на работу. Ты меня ругаться пригласила? Или у нас свидание? Нет, не ругаться. Я подала на развод. Мам, я думал, мы взяли тайм-аут и решили пожить отдельно. Типа, решить, что дальше. Думаю, в этом нет смысла. Как всегда, работа не дает покоя. У тебя появился другой? Я правильно понимаю? Ярнар, что за примитивная мужская логика? Ничего интересного не придумал? Ты же вроде один из лучших аналитиков на работе. Да, ответь тоже. Ладно, объясню тебе все, чтобы ты себе ничего не выдумывал. Я собралась на работу за границу. Собеседование по скайпу уже прошло. Теперь осталось полететь и встретиться непосредственно с руководством. За границу? Куда? Когда именно? Пока это просто собеседование. Но тот факт, что они вызывают меня и оплачивают перелет, уже хороший знак. Дальше посмотрим. И что? У нас все так и закончится, да? А что все, Ярнар? Я устала терпеть. И у нас нет детей. Тебе не кажется, что это как минимум ненормально? А кто мне в самом начале твердил? Давай подождем, давай поживем для себя. Поживем, Ярнар. Ну не проживем всю жизнь. А что тебя потом останавливало? А как от тебя детей заводить? Если ты все время торчишь на работе, мир спасаешь. Хорошо, молодец. А как же мой мир? А кто меня спасет, когда я стану матерью-одиночкой при живом муже? Так. Я понял. Я виноват. Ты хочешь разрастись, а я этого не хочу. Я предлагаю еще раз все обсудить, успокоиться и встретиться позже. Все, пока. Ярнар, ты куда? Наргиз? О, иди сюда. Мы сундамом. Ты где? Да, иди сюда. Ага. Нет. Я не знаю. Ты куда? Ты куда? Я не знаю. Ты куда? Тергиевш. Тергиевш. Ага. Тергиевш. Субтитры сделал DimaTorzok Олгездо. Сененде жас болады. Менеге, ману бульмедо. Ко, ману бюлтын, кашет шоу. Акша табууды, озы, бір киямет кезеңеді. Акша дегенді мрд білмейтің сын. Күрстамка сын бәрін қатты бат. Сөйтіп, бір бұзы ақыларға келесіп, біреу тона мақ болды тәрмеден бірақ шықты. Куда енда бір заки деген шал Колышен берді Бұрында жаман болып та Алказыр сөйле алмайсын Жегім Бір жамандықты сезетін дей Сен кайдабырасын Наргиз Универге кетеуіне керек Наргиз Горно-гиганты әдельвейс үштука Здесь термози Термози не даяхал Я передумаю Но все равно штука будет На, штука Термози не дайхал Термози не дайхал Один из друзей Аскара Сказал, что тот вроде домой Собирался ехать Мама его под Астаной живет Я адрес мамы взял в деканате Скину тебе на ватсап Да, сразу скину Давай до святи Идем great Все будет так, как угодно Аллаху. Что ты ему сказала? Ничего. Я же вижу, что-то не так. Что такое? Со мной как раз все хорошо. Ты куда-то собираешься? Я ухожу. Ты стал как зомби. Тебе плевать на все. На учебу, на друзей, на меня. Со мной как раз все хорошо. Я вел неправильную жизнь, я хочу все изменять. Это не ты говоришь. Это кто-то научил тебя так говорить. Это путь настоящей веры. Ты не поймешь. Мне пора. И это все, что ты можешь ему сказать? Читай священную книгу. Да хранит тебя Аллах. Прещай. Аскар. Аскар. Ярнар, что там с твоим человеком невидимка со шрамом? Зацепки есть. И если будет что-то конкретное, я сразу доложу. И, Батрбек Султанович, есть все основания полагать, что готовится крупный теракт в Астане. Думаю, угроза реальная. Да, я говорил с центром. Речь идет о Красном уровне. Надеюсь, не надо объяснять, насколько это серьезный Красный уровень в Астане. Поэтому уезжайте завтра с раннего утра. И, майор, готовь спецгруппа в Астане. Есть. Вперед. Господин генерал, да, доказательства по газизу мы получили. Но мы его упустили. Виноват. Я не мог лично руководить операцией. У меня зацепка по звену к нашему невидимке со шрамом. Нет, господин полковник ничего про Шумарбаева не говорил на совещании. Пока не разглашают. С утра вылетаем завтра. А газизом здесь займутся. Далеко не уйдет. Ориентировки мы везде дали. Так точно. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok По дороге расскажу. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Олег Масонбарт. Сейчас остатки мусора и стройматериал заберем и все. О, отлично. Абон выручил. Коптенков Рахмет. Мусор, который до этого оставили, до сих пор лежит. Некому было заняться. С утра все мыли. Звонки, звонки, звонки. Ну, как обычно. Перед большим мероприятием всегда такой кипиш. А это, что вчера была комиссия. Ну, доволен вашей работой. Ну, все хорошо тогда. Большие гости ожидаются? Так самиджи идет. Всех высоких гостей к нам на матч приглашают сюда. А ты что, не знал? Нет. Все серьезно оказывается, да? Ну, ты даешь. Айдос Варданович просто так суетиться не будет. Ну, говорят, сегодняшний матч будет как бомба. Бомба? Так, я фигурально. Ну, специалисты там хвалили. Говорили, вот такая спортивная бомба давно уже нужна была. Ну, давайте, приступайте. Время в обрез. Время в обрез. Время в обрез. Напугал же черта, а? Я уже пути отхода продумывать начал. Короче. Работаем? Работаем, ребята! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Ты не ушиблась? Все в порядке? Ты что творишь? Ты понимаешь, что могло случиться? Ну сработало же. Ты только дождись меня, хорошо? Куда я денусь? Буду ждать. А где это такое пристраивание? Может, и в Амбрию получится приехать? Ну, если, кстати, не все будет хорошо, то да. А ты меня не забудешь? А разве можно тебя забыть? Ой, сосила. Вот именно. Барс. Они же... Ты, главное, поставь на гол первые 20 минут. Эй, братчика. Сколько тут вагонов до ресторана? А что ты такой хмурый? Пойдем с нами. Нет. Ну, ладно. Слушай, а ты же тоже за Барса, да? Да ладно, ладно, за Барса он, видишь. Пойдем. Пойдем, пойдем. Эй, Барса вообще много пропускает в последнее время. Да. Ты смотрел последние матчи? Атакует. Пропускает. Атакует. Пропускает. С возвращением, Ерике. Доброе утро. Доброе. Для кого? Доброе. Для кого? Алиева с Ковалем позже буду. Ситуация у нас непростая. В городе саммит, а тут террористы. Да еще и крот в этот дел натворил. Да, никто не ожидал. Слышали про миру. Хорошо, что все обошлось. Спасибо. Сейчас начинаем. Операция руководит генерал Аманов. Счет идет на часы. Максимально задействована агентура, но информация неутешительная. Пойдем, нас уже ждут. Ассаламу алейкум. Аликум ассалам. Я запакет. Как зовут? Абухалим. Аллах, тебе помощь. Проход. Иншаллах, и тебе. Сегодня в столице собрались известнейшие экономисты, главы крупнейших банков, инвестиционных фондов, юридических компаний, предприниматели и меценаты. Приятно, что Казахстан выступает не только как участник, но и как организатор столь знакового мероприятия в мировом масштабе. Казахстан 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 Здравствуйте, господин Майорович. Заместитель директора Айдос Ардановича. Чем могу помочь? Вроде уже столько проверяли, хотя понимаю, такое важное мероприятие. Тут появлялись сюда новые люди, может быть, кто-то подозрительный? Да, кто-то новый подозрительный. Все свои. Привлекли только строители Каримбаева, честь человека. А и то они здесь, доску свои. А их и нет уже. Рано утром забрали мусор и уехали. А среди них был человек Сашам на верхней группе? Нет. Хотя у Каримбаева, бригадира-строителей, был какой-то шрам на верхней губой. Ну, знаете, суматоха. Мне некогда приглядываться. Вообще, служба безопасности у нас все фиксируется на камеру. Можете посмотреть. Обязательно поскольку. Вы не знаете этого человека? Вы видели? Нет. Впервые вижу. А кто это? Ясно. Потом посмотрим видеозаписи. Кстати, есть адрес или телефон этого Каримбаева? Только телефон. Мобильный. Можете записать? Я сейчас вам запишу это. Как ты, брат? Как ты, брат? Хорошо вроде бы. Вроде бы. Мне кажется, ты чем-то озадачен. Да нет. Ты вот пришел, стал лучше. Скажи, если бы тебе дали шанс начать все с нуля, ты бы изменил свою жизнь? Не-а. Я ни о чем не жалею. И тебе не было бы жаль мать, сестру? Знаешь, Аскар, все мы когда-нибудь умрем. Но где мы будем потом, в вечной жизни, решиться только в судный тень? Но выбор мы и должны делать уже сейчас. По сути, мы каждый день выбираем. Быть нам в раю или гореть в аду. Аллах спасет наши души. А души наших родных. Что будет с ними? Любовь к родным не должна быть больше. Любви к Аллаху. Все, что мы делаем, только ради довольства Аллаха. Вот и все. Вроде я все делаю правильно. Но на душе какая-то пустота. Аскар, я не понял, ты в чем-то сомневаешься? Хорошо, ты можешь сойти с этого пути прямо сейчас. Хорошо, стань таким, как твои друзья. Гуляй, веселись, не думай ни о чем. Живи только ради себя. Но вот когда ты состаришься и умрешь, у тебя останется только прах. Аскар, жизнь полна несправедливостей. И ты видишь и чувствуешь сердцем. Но кто-то должен решить справедливость именем Аллаха. Кто, если не ты? Не сомневаюсь. Ты абсолютно прав, брат. Мы должны преподнести кафирам урок. Да. Я уверен, Аллах гордится тобой. Давай помолимся. За нашу душу. И за души наших братьев. Аллах гордится. Как ты? Не хоро, Истин. Как ты? Как ты. Где ты? В Астану. Как ты? В Астане? В Астане. Он завелся. В астане. Он завелся. Копки шикпей осында келем дед. Азық түлік саған сылықтара келед. Наргиз, кызым, қалайсын? Бәр жақсы ма? Я апа кейінхы бралсам. Алло, Рустам, я не могла для тебя дозвониться. Ты не знай ли, где Аскар? Не знаю, где Аскар. А что, ему нянька? А тебе да. Ты почему без разрешения уехала в Астану? Взрослая стала? Я все объясню, как приеду. Я просто беспокоюсь за него. Он все бросил и зачем-то уехал в Астану. Ладно, записывай адрес. Улица Аксай, дом 8, квартира 55. Аскар спрашивал, где ему можно пожить дня два. Я ему дал адрес знакомого. Может он там, а может и нет. Все. Найдешь Аскара, бери билеты и срочно, срочно домой. И так, какие новости на данный час? Студента Аскара видели утром на вокзале Нурлжоу. Там он сел в автобус номер 105, проехал две остановки, вышел. Там его зафиксировали камеры. Потом пошел, сверяясь по телефону. Свернул за угол, там камер нет. Дальше телефон перестал давать сигнал. Видимо, выкинул сим-карту. Новый номер неизвестен. И вот что. Мы получили фото настоящей бригады Каримбаева. Замдиректор их не опознал. Бригада была липовая, но студент среди них не оказалось. Зато бригадир, возможно, имел шрам. Но свидетель за это не может поручиться. Так. Опять этот человек со шрамом. Ну вот сколько он еще таких Аскаров успел завербовать за это время? Есть ли какие-то соображения, мысли, Ярнар? Мы изучили видео следового дворца. Фото предполагаемых террористов у нас имеется. Качество, конечно, плохое, но и на том спасибо. Сейчас просматриваем записи с камер наблюдений со всех улиц. Все равно, что иголку в стоге сено искать. Пока вариантов нет. Так. Перепроверить каждый сантиметр. Выставить снайперов. Через час будем ставить вопрос о красном уровне. Рисковать больше нельзя. Все, действуйте. Есть. Ну все, Ярнар. Поработай. Хорошо. Все, давай. Да. Алло, Ярнар, ага? Наргиз? Помогите, пожалуйста. Я не знаю, что делать. Так, успокойся. Наргиз, что случилось? Не могу найти Аскара. Он в Астане. Телефон отключен. Я не знаю, у меня плохое предчувствие. Успокойся. Аскар тебе говорил, зачем едет в Астану? Нет. Я не знаю, что он задумал. Но я очень переживаю за него. В последнее время его словно подменили. Мы его найдем. Не волнуйся. Пожалуйста, очень вас прошу. Он не может сделать ничего плохого. Мне кажется, это все Рустам. Какой Рустам? Мой старший брат. Это я их познакомила. А где сейчас твой старший брат? Он в Алмате и обещал приехать к маме. А ты там? Я поехала в Астану следом за Аскаром. То есть, Рустам твой брат, и он звонил, и он сейчас едет домой к вам в Алмате? Да. Аскар где-то в Астане. Я не знаю, как его найти. Не дай бог, в нем что-то случилось. Так, подожди. У твоего старшего брата есть шрам на лице? У Рустама? Шрам? Алло. 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 Алло, Наргиз. Жень, срочно отследи последний звонок. Окей, один момент. Хера, я место определил, но сигнал пропал. Скорее всего, телефон разрядился. Черт. Да, ну понимаешь, звонок действительно был 12-12. Парамбедов с Родионовым только что сообщили. С района Тастака. Женщина говорит, что было шумно и очень плохо слышно. Она говорит голос ее сына, но не с чем сравнивать. У нас нет образца его голоса. Ни одного фото? Сын несколько лет назад уничтожил все фото в доме. Он даже уничтожил картины с изображением людей. По словам матери, он считал это харамом. Нашли только две фото. Девушки и юноши. Это ее дочь и ее парень. Сейчас скину. После этого дочь на связь не выходила. Сын Тим Пачи. Счастливо. Вот. Есть совпадение. Такая же одежда и бейсболка. Интересно. Все совпадает. Заходит в подземный переход. И через минуто выходит обратно. И не с пустыми руками. Смотри, какой-то пакет. Вряд ли он отправился на шопинг. Нужно проверить владельцев всех бутиков. Может кто-нибудь из них в нашей базе. Никаких следов. Да, шрам у него был. Фамилия Мажит. Фамилия по деду. Сестра и мать Мусина. Отряд тут. Рассредоточены по местам. Ждем. Готовность номер один. Какие будут указания? Думаю, бойцов можно снять. А наблюдение оставить. Согласен. Это трюк Мажита. Это и есть тот, кого мы ищем. Пазл сошелся. Полагаю, он и тут руководит операцией. Я в переходе с группой. Взяли гражданина Турции. Мехмед Аскан. Владелец бутика. Мутный тип. Показали фотографию. Сразу в лице помутнел. Попытался смыться. Везите его в центр. Срочно. Разговорим. Есть. Мехмед Аскан. Имеет видное жительство. В 2014 году проходил по делу из Текова. Помните, наверное? Ну, еще по пару эпизодов. Тогда доказать ничего не получилось. По информации турецких коллег, был замечен в Стамбуле в компании чеченских боевиков. Но это еще не повод для ареста. Значит, готовится что-то действительно масштабное. Газис, пользуясь своим служебным положением, успел изъять из всех баз данные Рустама Амажита. Сейчас у нас на данный момент нет ни единого его документа с фото. Еще неизвестно, какие нам посмертные подарки приготовил Шимарбаев. По сути дела, мы ищем невидимку. Ирнар поехал на точку. Мы ищем девушку. Я свяжусь с операми. Амажита нам нельзя упустить. Несен Гильдеев. Майор Кэмба. Ты с кафиром связалась? Зря я тебе год назад замуж не выдал. Мозги у тебя были бы сейчас другими вещами заняты. Сидела бы дома, а не в своем универе. Ой, расслабился я. Хорошо хоть наживку с квартиры для Оскара проглотила. Кстати, вот у кого тебе надо бы поучиться. Вот он, настоящий мусульманин. Его ждет райская жизнь. Сегодня вечером я тебе кое-что покажу и расскажу, сестренка. Знаю, это тебе не понравится. Но это потому, что ты не знаешь, что такое по-настоящему верить в Аллаха. Вот Оскар знает. Он уже на пути к нему. Сегодня в городе будет грандиозное представление. Жаль, что ты не сможешь поучаствовать. Да. Ладно. До вечера. Те, кто видел мужчину и девушку, похожую на Наргиз, опрошенные, поиски ведутся. Телефон молчит, схема та же, синка выброшена. Подозрительные разговоры закрисываются, но пока без результата. Девушку, похожую на Наргиз, вроде бы видели в обнимку с длинноволосым парнем в соседнем дворе. Также похожую на нее, только с мужчиной в кепке. Вроде бы видели на другой стороне улицы, шли держать за руки. Еще мужчину со шрамом, с девушкой видели в автобусе, но девушка не очень похожа на Наргиз. Ни один из существующих номеров Наргиз, Оскара и Рустама не работает. Где же эти девочки? КОНЕЦ КОНЕЦ Разговорился наш турок, не захотел оставшуюся жизнь сидеть. По существу знает немного, якобы взрывчатка нового поколения. Терактов будет два, может больше. Где? Не знает, говорит, сами ищите. И за всем этим стоит человек со шрамом, именно к нему он приходил. Приходил? Зачем? Турок подготовил для него документы на имя гражданина Египта Мансур Аль-Фатхи, якобы в случае провала. Также он подготовил документы для 19-летнего юноши. А есть ли у нас хоть малейшее основание доверять его показаниям? Ну, по идее, турок может пустить нас по ложному следу, но стоит ли ему так рисковать собственной шкурой? Мы ведь его уже взяли. Если пойдет что не так, получит по полной, а будет все нормально, срок скостят. Есть мысли? Мажит может использовать студента как живца, чтобы мы все силы бросили на его поиски. А сам в это время может готовить что-то более масштабное. Это называется тактика двойного взрыва. Все. Достаточно, господа офицеры. У нас есть все основания объявлять красный уровень. Работаем. Есть. Есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, Винни! Вы кто? Что случилось? Что случилось? Пойдите, прошу вас. Брат меня связал. Ох, чуялось же, ведь в моё сердце не надо было этому типу квартиру сдавать. Как ты? Я ведь уже лет двадцать сдаю квартиру. Хотела за месяц раньше взять аренду и постель поменять, как обычно. А он взял, телефон отключил. Давай, если бы не войдут, я и Сева забеспокоилась. Вот возьмите. Спасибо ещё раз. Мне надо идти. Ты куда, девочка? Может, я в полицию позвоню? Нет, не надо. Вдруг я ошибаюсь. Спасибо ещё раз. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, полиция? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мурьям, привет. Как дела? Я в Астане по делам. Слушай, мне срочно нужны билеты в Ледов дворец. Один билет, да. Да-да-да, на матч звёзд. Я дам за него любые деньги. Спасибо огромное. Ты моя спасительница. Все, да, хорошо. Увидимся. Да. Разрешите, господин генерал? Присаживайся. Все проверено, чисто. Никаких намеков на взрывные устройства. Уверен и стопроцентно? Абсолютно, ручаюсь головой. Что будем делать? Все назад? Эвакуировать людей и сеять панику нет смысла. Всем розданы ориентировки на Рустама. Люди со шрамом повсеместно задерживаются. Либо они ошибутся, либо мы. Но они могут, а мы нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Умер на первую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, вы не могли бы мне помочь закатать рукава? Да, конечно. Ты что здесь делаешь? Я на матч пришел. У меня сегодня брат в основном составе играет. Мы все с семьей пришли за него поболеть. Даже Аташка с Апашкой пришли. Он что, первый раз играет? Ну да. Он у меня знаешь какой? Столько тренировался. Целый год. Я загадал желание, чтобы он обязательно гол забил. Тебе сколько лет? Девять. Все, я побежал. Девять. К акерболу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Алло.